Доброго вам времени суток, друзья мои, с вами Верус, и мы продолжаем играть за Влада фон Карштайна. Так что у нас здесь все нанято, все сделано, все очень хорошо. По поводу магов, ну в принципе я говорил, да, что мне нужны в принципе от них способность Проводник Чар. Там будет кидать один какое-нибудь заклинание на массовый... О, кстати, блин, а здесь Вульфрик подскакал. На массовое уничтожение, а наш красавец... Кто-то будет... Ну и остальные маги, да, там в принципе и те же вампиры, и некроманты, они будут восстанавливать. Так, в Гарселе нужно срочно нанимать тогда лорда. Давайте Карштайнов наймем, они вот стрелков обалденно апают. Оп. Карштайн, заходи в город, нанимай стрелков... Блин, у меня деньги закончились. Надо отменять строительство где-то. Сейчас что-нибудь отменим. Не переживай, все будет. Все у тебя будет. Армия у тебя будет. Успех у тебя будет. Счастье. Времени у тебя не будет много. Игрового. Недолго ты прослужишь нам, просто. Так, ну в столице тогда давайте отменим стены сейчас пока что. Пока что отменим стены. Так, стрелков всех обязательно берем. Берем еще... Наверное, летунов, пехоту... Пехотуру, пехотуру... Еще пехотуру, еще пехотуру... Колесничку можно взять, можно... И еще духов с глаза. Вот и все. Остались зомбаки. Ну так чисто для мяса их только если... В довесок на сдачу. Ну, такой стэк, я думаю, уже мы справимся. Там у него мамонты, ну... То, что видим, это вполне элитно. Плюс вульфрик. Если он... Хотя он еще может быть и не на мамонте, да? Ну, в общем, как-то так. Как-то так все получается. Эти ребята забагались. Да, похоже, им там хорошо, но... Блин, вы не потянете их... Такими бомжами. Нафиг вы вообще приперлись? И еще, кстати, по поводу вампиров. У них сложные отношения с зеленокожими, но они при этом союзники. Так что, ну, объявлять войну зеленокожим смысла не вижу вообще. Еще ему мордашку придется ломать. Нет смысла никакого. И зеленокожими у них... Ой, зеленокожими. С козлоногими у них вроде бы плохие отношения, но не воюют так же. Можно и втянуть войну. Ну, в целом можно. Давайте так и сделаем. Боевой стадо. Объявим войну. Не, подожди. Объявить войну. А с графами, да, у них ужасные отношения. Так что, ну, погнали. Должны они это одобрить. Да, вроде даже отношения не так сильно будут ухудшаться сейчас. Подтянули мы к носу копытца их. Можно еще одним козлоногим объявить войну. Где, блин, они что-то? Я просмотрел их сейчас. На отношения смотрел и просмотрел. Можно и этим объявить. Они покоцаны. Там рядом орки. И как раз зеленокожие по ним могут пройтись к каточкам. Их территории грабят. Хотя орки потеряют, скорее всего, территорию. Да, и даже... Даже Манфрид потеряет. У него не такие же большие силы. Хотя Манфрид лично тут есть. Манфрид тут лично есть. Давайте тоже объявим войну. Окей. Тоже объявим войну. Отношения ужасные у графов к вам? Ужасные. Поддерживаем тогда. Это предложение. И смотрим, что у нас с Манфридом. Стабильно сразу отношения становятся. Сразу отношения становятся стабильными. Можем даже посмотреть еще других схем еще графов. Ну, с ними они более-менее. Ухудшаются отношения, но... Не настолько, чтобы объявлять сейчас войну. Карак-Зорн. Улучшаются у нас отношения сейчас. А ну-ка. Тоже графы к ним нейтрально относятся при этом. Смотрите, интересный какой момент-то. А ну-ка, вот смотрите, вот ради интереса мы сейчас... Объявляем войну. И реально, у них отношения к зеленокожим просто отвратительные. Переход границ державы, графов. Они в союзники, военные, ну не заключили нафиг договор о праве прохода. Ну это как? Это как? То есть зеленокожие как раз-таки сейчас из-за этого и работают на ухудшение наших отношений. Даже с берегом вампиров у них отношения улаживаются как-то. А с зеленокожими из-за права прохода у них просто... Никакущие отношения. Жесть. Так, в остальном у нас все хорошо здесь? В остальном все хорошо. Так, здесь иллюзерные увеличи. Изучаем. И конец хода. Сдаем. Сдаем, смотрим, наслаждаемся. Хексуатель, которому тоже придется объявлять войну. Но он по силе, смотрите, как-то не сильно, да, сейчас нас шокирует. По сравнению с нами он вошь какая-то. Даже Нагоронт сильнее. И даже Теклис тот же сильнее. Нагоронт там вон ковчег свой к Норска подгоняет. Но это так. Чисто. Для вида, я бы сказал бы. Потому что ковчег ничего не сделает. Трэч! Трэч, 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 трэч. Что ты же, войну мне объявляешь, что ли? Нет, договор о ненападении. А встречное, если умеренно, умеренно? Ну окей. В целом, почему бы и нет? Он союзник Нагоронта. И враги у нас общие имеются. Так что... С далекими землями Скавенов будем дружить. В перспективе с ними воевать я не хочу. Они далеко от нас. И земель у них необходимых нам нет. Здесь вот только Нагоронт. То есть в этом участке, вот на севере, да. Если говорить так, то на северо-западе карты. Только один город нас интересует ради победы. Только лишь один город. Но каждый город сейчас будет на счету. Каждый нафиг город будет на счету. Так, Вульфрик, что ты делаешь? Ага, он Гарсель все-таки осаждает. Не боится. Не боится. Но мы сейчас посмотрим, что у него по составу. Мирный договор. Я подпишу его только при вот таком вот условии. Не хочешь, как хочешь, я тебя не заставляю. В принципе, меня не напрягает война с тобой. О, козлы ноги уничтожили. Зеленокожих. Домик. Домик зеленокожих они уничтожили. Поселение в осаде. Сейчас посмотрим, что у них за состав. Так, мамонты. У них много пехоты и достаточно много монстров. Блин, ну... Я могу не сдержать его пехоту на стене, на самом деле. Это будет очень-очень жестко. Шансы на победу будут, но... Я бы даже обозначил их как вялые. Реально. Но у нас всего лишь три отряда пехоты, которые более-менее будут сопротивляться. А мы видели, что эти грабители-воины очень хорошо против наших заходят. Прям знатно. Тут только если один арбалетчик будет снизу работать по беззащитным грабителям с тяжелым оружием. Остальные будут как-то их отвлекать и... Потом кавалерии их бить. Ну, посмотрим. Ладно. Будем надеяться, что я выиграю эту битву. Не будем сейчас никого мы отводить. У нас генчик тут есть рядышком просто. Но генчика мы поведем на его столицу. И будем отводить угрозу от наших территорий. Самое главное в военных действиях это что? Это заставить врага сражаться на своей земле. Увести боевые действия на его территорию. Так наша экономика будет жить. А его будет умирать. Да и... Психологически это всегда сложнее. Так, 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 так. Густав, ты пока остаешься. Здесь все пусто. Все здесь заняты. И давай заниматься строительством. Где-то есть у нас еще эти склепы. Вот в Праге. 5000 за склеп. Какой-то жалкий склеп. 5000 стоит. Охренеть. В Маринбурге ресурс улучшим. Ничего страшного. Страна троллей. Ну в стране троллей давайте ресурс. Копеечный, но ресурс. И еще один можно ресурсик тоже. Пока что так поступим. Так, ресурс. Западный. О, Завастре. У нас Галяк. Галяк-галяк. А Завастре? Вот даже не знаю. Кладбище или все-таки... Давайте колодец духов построим. Там и пехоту, если что, сможем нанять. Какую-никакую. Плюс будет денежка капать нам. И тут ресурс вот как раз-таки копеечный и улучшим. Влад фон Карштайн. Мое почтение. И сдаем ход дальше. Армия героев должна... Ой, я тебя забыл передвинуть, дружище. Ну ты знаешь, куда идти. Армия героев должна уже скоро пополниться кощеями. Да, нам нужны еще вот именно сильные милишники. Поэтому продолжим возводить постройки. Кстати, тут Аронеса, да, все укрепляется. Все чувствует себя серьезнее. Маклагор. Что-то там. Ух ты, а тут он три стека привел. Наверное, все свои силы... Ммм... Хочет на нашего чокнутого направить. Ух ты, видели на Ултуане вот здесь кусочек темных эльфов уже? То есть они начинают нападать на Ултуан. Наконец-таки темные эльфы вспомнили вообще, зачем они существуют в мире Вархаммера. В мире Вархаммера, да. Они нужны здесь уничтожать высших. Воевать и отвоевывать свои исконные земли. Как они считают? Как они считают, что это высшие, да, ненастоящие эльфы? Они не поняли силу, которой могут пользоваться. Не приняли ее. Ну, что-то вроде из разряда, да, ситхи и джедаи. Извечный спор добра и зла. И что здесь добро, а что здесь зло, каждый решает из них для себя. Так, действие, успех, заказное убийство. Блин, моего героя на территории Норска вырубили, да? Давай... Зачем мне это? Скажи. Иди нафиг. К тебе неплохо относятся мои союзники? Ну, просто иди нафиг. У тебя никакого толку нет. Персонаж ранен. Норска успешно против него действовали. Чужаки среди нас. Избыток действия против героев. Ранение полной неудачи, но это здесь. Генчик пытался. Точнее, Генчик защитил. Против него пытались что-то сделать. Ну что, Вульфрик, пока ты там буянишь, мы тебе сейчас снесем. Блин, ты, ты, Хаффин, лично штурмовать? Что-то... Что-то не хочется тебе лично штурмовать. Сейчас, если доверить автобою, он сольет. Ну, тут есть кем восполнить. Даже если обезьяну сольет, тут полно их. Тут их полно. Колесниц. Тут серьезная армия. Ну, давай, ладно. Автобой. Ты выиграешь? Вопрос только какими жертвами. Но одного всего лишь ужаса слил. И то они могут сейчас восстать из мертвых и ничего не будут. Они восстали из мертвых. Никого не слил даже. Красавец. Прям вообще красавец. Прям уважение тебе. Нечего здесь Норска процветать. На нашей территории. Угу. Так, армия героев готовится. Сейчас мы достроим уже и нормально будет все. Потерпите. Ты что там строишь себе, а? Виллу что ли под Гарселем? Под Маринбургом земля дорогая. Я тебе так скажу, дружище. Очень дорогая. Нехорошо так делать. Так, за семь с половиной тысяч. Давайте сейчас посмотрим. У нас где-то есть уже четвертый уровень, чтобы построить. Вот, через два хода. Через два хода подвезут нам хотя бы еще бойцов. И мы отправимся в поход. Сортоза северный. Страна троллей. Там стены. Можно их улучшить, конечно, до максимума. Но, меня больше интересует вот эта штука. Эти вот склепы. Связующий круг этот. Встаньте, детки, встаньте в круг. Чёрные горы на перспективу. Бегенхафен вкачаем. И десяточка еще есть. Хохланд. Торгован. Хотя, давайте вон. Где-нибудь полфавиту мы построим. Ну, так, скверно, например. Пусть будет. Так, а наши союзники перешли в наступление. Но тут охренеть, какие они потери несут. Я так чувствую. Нам, если вступать на землю хаоса... И ветров магии не будет, как таковых. Хотя, ну, с нашими способностями они должны быть. Так. Покоцали вас, но не сильно, я смотрю. Вообще не сильно. Так, поцарапали по большей части, да? По большей части, поцарапали. Отношения продолжают ухудшаться. Но все из-за этих зеленокожих. Хм. Которые ходят по территории графов. Им это не нравится. Жесть. Жесть полнейшая. Творится в этом мире. Ладно. Посмотрим, если это нападение их спровоцирует. Ну, будем ждать. Нет. Я не хочу лезть на их территории. В этих пустошах, ну... Битва... Для нас ничего хорошего не готовит. Ну, охренеть. Смотрите, потери просто. Мы сейчас пока дойдем. Мы уже чуть потеряли. А мы ступили только на Децл. Иди нафиг. Да, здесь сейчас потери бешеные. Вот в этих землях. Хаоса. И режим можно налета ставить. В целом попытаться зайти через налет. Да, на 50% вот походить хотя бы. Но мы, смотрите, мы только заходим, уже внесем потери. То есть это нужно включать на территории вампиров и идти. Ну, давайте, ладно, восполним потери. Может, на следующий ход так и сделаем. Чтобы без потерь обошлось. Чтобы все обошлось без потерь. С Аронесой можем провести эксперимент. Даже тут что-то она грабит. Хм. Скверно. А, это... Это лагерь. Блин, это лагерь. Она грабит. Вот здесь еще территории союзника. А здесь она уже ничего не грабит. Нет, это мы все-таки союзника грабили якобы. Так, окей. Потери она не несет. Уже приятно. Ну, тогда будем потихонечку вот так вот продвигаться. Ну, как-то перспектива вообще не греет меня. Не греет меня эта перспектива. Так, что-то я сейчас задумываюсь, что зря нанял так мало. Элиты. Надо было там и скелетов еще догонять. И всю шушеру, которая есть. Что-то недооценив. Я Вульфрика. Увидел, что у него стэк неполный. Увидел элиту. Думаю, ну, стрелков будет достаточно. Но на стрелков, на самом деле, здесь и надежда у нас вся практически. У него мамонты, у него... Отряды, которые, кроме как стрелкам, тащить некому. Как поступим? Стрелки, пистольеры и одни арбалетчики будут работать над воротами. Если мамонты штурмуют одни врата и все остальные монстры, то они в одном месте и стоят. И третий отряд стрелков, это второй арбалетчик, пойдет прикрывать стены. Там, где пойдут элитные его грабители. Без счетов. Они пойдут их расстреливать. Как-то так. Предварительно. Планируем. Предварительно у нас план такой. Насколько это выгорит, уже разговор другой. Йохан Морфен. Отступаете? Хаос за вами пойдет или нет? Нет, пока что. Пока что вы просто отступили. Но, думаю, по большому счету, хаосу будет пофигу сейчас на вас. Не пошел Вульфрик на штурм. Что-то он там строит слишком. Слишком активно строит. Лучше бы ты сюда стыки стянул. Зачем ты, блин, тянешь в пустоши? Дохлая эта тема. Очень-очень дохлая. Ускоряемся. Очень дохлая тема. Наружена засада. Ну, козлоногие сейчас даже тут ничего толком не грабят. Бесполезные существа. Так, Изабеллочка. А Сартаэль-то, смотрите, уже нанял себе. Но он нанял, значит, Войнах Хаоса. То есть, в целом... Избранных он так быстро бы не нанял. Ладно, не лезем тогда. Раз он успел восполнить потери. Просто смотрим снова и ждем. Просто снова стоим, ждем, смотрим, наблюдаем. Анализируем. На своей территории потери восполняем. На своей территории потери восполняем. И Красный Герцог приходит и начинает обмен. Давай, Герцог, отдавай другу своему четыре отряда рыцарей крови. И забирай себе тяжелых стражей. Хотя тебе еще одну колесницу нужно обязательно. Так, и бойцов. Героев всех верни мне, пожалуйста. Кого можно забрать? Кого, точнее, можно отдать тебе тогда? Герои к нам сейчас придут. Может, тогда сделать вот таким вот образом пару отрядов с щитами. Чтоб прикрывали от стрелков, например. Да, так и сделаем. Стэк готов. Стэк готов. И выходим. Вампир будет догонять. Там разберемся уже, кого распускать, если что. Здесь шторм. А нет, это открытое море. Здесь мы будем нести небоевые потери, пока доберемся. Ну, тем более, надо ввести два стэка тогда. Там сейчас хрен пойми, какие будут. О! Кого, блин, распускать у тебя? Густав. Густав, дружище. Кого у тебя распустить? Давай, ладно. Один отряд стража распустим. Все, вампир у тебя появился. Маг есть, бойца не будет. Обойдешься без него. Иванеточка. Жди, терпи. Оген. Я надеюсь, тебя не будут осаждать до посинения. Так, король-мертвец. У нас еще прибавки нет, но уже мы сможем нанимать более опытных. Еще более опытных. Сейчас мы нормально вкачаем все это дело. И пойдем воевать. Лучше сейчас не торопиться. Так, а куда ты идешь? Что там? Сильно тебе давал приказ идти? Ненормально. Несильно. И ускоряемся. И ускоряемся. После кладбища мы уже развернем один стэк на юг. Один стэк останется пока что в кладбище. С перспективой на то, чтобы напасть на тот же Лутерн, если он перейдет под руководство скавенов, например. Потому что Лутерн штурмовать, пока он принадлежит эльфам, ну это как минимум, опять же, нужно два стэка подводить. То есть вампирами в один стэк будет сложно это все. Если бы магия заходила на стены, то есть тот же маятник, тоже, в принципе, какое-нибудь заклинание лечения и вихрь. Если бы они, вот эти все составляющие нашей магии заходили на стены, да, можно было разговаривать бы о штурме одним стэком и спокойно это делать. Но без магии Лутернскую стражу просто так со стен мы не выбьем. Они расстреляют сначала нас офигенски, а потом будут очень долго мешать нам. Миграция. Рост, общественный порядок, ничего не делать. Прочь отсюда. Прочь отсюда. Генрих, кого он там понанимал себе? Хотя, смотрите, Сартаэль все-таки два отряда избранных себе подогнал. То есть он нанял себе кавалерию, похоже, да, либо троллей. В доспехах. И избранных. Ну, чуть-чуть, да, восполнил потери элитой все-таки. Но баг так у них и не прошел. Стоят на месте, никуда не рыпаются. Так, давай в море ты с... А, не будешь восполнять потери, смотри, какой. Хотя море вроде бы... Нейтральное оно. Но врагам тут не принадлежит ни один... Город. Можно было засчитать союзным... Морем. Хотя можно было высадиться вот здесь, да, и восстанавливать потери на территории орков. Не заморачиваться на этот счет. Ну, ладно уже. Уже мы здесь. Хотя, давай попробуем. Тебя вот таким вот образом закрутить. Нападешь сюда, а потом через территорию орков пойдешь дальше гасить Норск. Дабы ускорить тебя немножко. Клинковая защита. Давай. Клинковую защиту. Густав. На ускорении. Вдоль берега. Не глупите, главное. В открытом море... Слишком много не геройствуйте. Итак, вон, чуть прошли, уже потери понесли. А вы еще толком даже море не видели. Так, только нюхнули морского воздуха чуть-чуть. Вот пятый, как раз... Точнее, четвертый уровень, но последний, да, этой постройки. И плюс один боец. И где у нас еще? Должны же быть постройки такого рода. Должны быть. Так, игнорируем. В стране троллей можно ресурс. Так и быть, он не сильно дорогой. А вот где четвертый уровень, нафиг? Здесь только на следующий ход мы сможем начать строить. Неужели больше никто не готов на этой... Сейчас, на данный момент. Да, никто не готов. Плюс один боец. Тухло так-то. Так-то это сейчас будет... Тухленько тогда выглядеть. Плюс один всего лишь боец. Не густо. Ох, как не густо. Надо будет уже тогда вести сейчас их. Надо будет их сейчас просто брать уже и вести. Одного еще тогда ждем. Ладно, сейчас подъедет там... Кощей. И все. И собираем манатки. И срываемся. Ага. Хватит припасов еще на один ход у нас. Творюка, а. Измором хочешь взять? Ну ладно. Сразимся тогда с тобой. Просто если он сейчас будет реально брать измора, мы если чуть-чуть покоцаемся, то и стены не спасут. А уже в поле у нас будет преимущество в плане кавалерии. То есть у нас маневренность будет побольше. Кавалерия, которая в городе сходит на нет, здесь получит простор. Мы еще чуть назад отведем. Чтоб не рисковать зомбаков вот в первый ряд. Зомбаков в первый ряд. Ну и герой. Остальная элита охраняет стрелков. И ждем. И ждем. По-любому пойдет в атаку. Он считает себя мега сильным. Он считает сейчас себя фаворитом в данном матче, скажем так. Поэтому он пойдет в атаку. Он пойдет в эту атаку. Так, зомбаков вперед. А к летунам еще присоединяем. Ребят, к кавалерии тоже присоединяем. Хотя тут у нас к кавалерии. И еще больше. Ах, блин. Сюда к кавалерию нельзя, наоборот. Летунов сюда. Там... Эти вульф хеднары. Треклятые поналетели. Мыши с воздуха страхуете. Монстры, чтоб не пробили первую линию. Наверняка идете вперед. Все. Все в пределе. Все с заданием. Нанесение урона бойцам. Восстановление здоровья. Ускорение перезарядки. Это все сейчас работает. Есть и магия. И возможность заставить вас страдать. Давайте мамонта сначала начнем куцать. Хотя она пешая, блин. Давай, подожди лучше, когда они сейчас... Выбегут. Здесь на фланг. Кавалерия, кавалерия. А ну-ка, порвите эти колесницы. А, так, стрелки. В мамонтов. Все идем в мамонтов. Вольфхеднары на пехоту напали. Разберемся сейчас. Мыши. А ну-ка, мыши, вот сюда. Вы должны помочь. Да ладно, ну... Через шифт. Блин. Вот так, давай. Через шифтецкий. Зомбаки сливаются. Кавалерия в бой. Мамон как-то себя слишком уверенно здесь чувствует. Мои стрелки не сильно ему мешают. Давайте, 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 ребятки. Надо, надо. Там пусть одна кавалерия их отвлекает. Мыши там их тоже отвлекают. Да что ж вы не можете его преследовать, что ли? Пассивные какие-то. Варгульфычи. Чайки! Герои мамонты. Мамонты сейчас на вас. Все, кавалерия здесь правый фланг на самом деле разнесла. Мамонт один практически уже уничтожен, но к нам подкрали с тыла. Это... Неприятно. Мыши, задержать их. Мыши, задержать. Давайте расстреляем этих ребят с тяжелым оружием. Мы должны затянуть их. Мы их должны затянуть. Да что ж у нас летает. Давайте, давайте. Сюда. Пистольером даем возможность порулить. Нападаем. Все нормально. Мамонт. Мамонт. Вампиры моего обижают. Так, расстрелять. Вот этих ребят. Да куда вы побежали, а? Правый фланг тут вообще халтурит по жести. Халтурщики, блин. Стрелки-то молодцы, но пришел вульфрик, и на самом деле он сейчас наших разносит. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть халтурная отнесся вообще. И я думал, что сейчас левой пяткой и правой ноги мы выиграем, а вульфрик начал неплохо так-то нам создавать проблемы здесь. И еще наших стрелков поймал. Да. Расслабился я здесь. Очень сильно расслабился. И в итоге вылазка провалилась. Эй-хе-хе-хе-хе. Печаль. Печаль, печаль, разочарование. Может, мамонта убьем еще? Хотя бы. Да, вульфрик очень многое сделал. Отлично. Ну, можно сказать, списал со счетов. Блин, ну стрелки, ну у вас позиция обалденская. Вы что, сбежали уже? Ну да. Вы трусье. Да, как-то мне казалось, имперские, когда стрелки работали по тем же мамонтам, они справлялись намного быстрее. Все-таки у нас пистольеры были. Я даже не обращал внимания на них, считаю, что их сейчас несут. Иначе можно было бы арбалеты тогда переключить, да, на стрелков, на мамонтов. Не обращать внимания, расстреливать реально пехоту, тех же берсерков, которых наши стрелки покрошили очень быстро, когда они пытались добежать. Я же что-то на мамонтах сконцентрировался. Но стрелки остались. В городе они еще и будут. Ну что для гарнизона не так уж плохо. В целом. Персонаж ранен. Гарнизона как такового в Гарселе уже не осталось. Однозначно, Вульфрид пойдет на штурм, мы убьем у него мамонта. И заставим его страдать. Но тогда сейчас не буду стэк собирать. Потом, как разрушит город, я создам стэк и уже будем нападать. Блин, надо было ждать, наверное, все-таки его атаку. Но бывает, ну что, и на старуху, да, бывает проруха. Нельзя недооценивать никогда врага. Никогда нельзя его недооценивать. Ниденланд тут еще мы можем построить. Но копейка у меня осталась слишком маленькая. Ну что, на этом предлагаю закончить серию. Печальная такая небольшая новость. Гарсель уничтожен будет все-таки в итоге. Но Генчика не поведу сюда. Начнем гасить территории Норска и не давать им вообще развернуться. Если разграбит Гарсель, потом снова будет осаждать. Ну посмотрим. В общем, что сейчас получится, что гадать, да. В следующей серии уже узнаем. До следующего видео. Всем добра, друзья мои.